Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео мы разберемся с вами в вопросе брехливых статистов. Кто они такие? Сейчас попробую объяснить. Я вообще привык разделять статистов на две категории. Первая категория это обычные приятные нормальные ребята, которые следят за своей статой и никого этим не нагружают. Я считаю, что это правильно, это нормально, это естественно. Каждый получает удовлетворение от того, что нравится конкретно ему. Если кому-то нравится играть в эту игру только лишь для того, чтобы цифры были красивыми и кто-то выставляет для себя какие-то минимальные требования по бою в отношении количества нанесенного урона и обязательно стремится к победе для того, чтобы процент по победам не снизился, я не считаю, что это плохо. Я считаю, что это хорошо и повторюсь еще раз, я считаю, что правильные нормальные статисты, они имеют право заниматься тем, чем им хочется заниматься. И есть гнусные неприятные статисты, это вторая моя категория, на которую я разделяю статистов. Это те ребята, которые своей статой всем обязательно тычут в лицо, всех учат играть, всех обязательно оскорбляют, рассказывают по поводу того, что если ты не статист, то ты неправильный танкист. Короче говоря, всячески, всячески пытаются всех поунижать, кто имеет процент по победам меньше, чем у них. А порой даже и тех, у кого процент по победам выше. Есть также еще ютюберы, которые на своих стримах за деньги рассказывают, каким образом кому поднять стату, на что обратить внимание, где повысить выживаемость на какой-то машине. Короче говоря, очень круто раздувают щеки и всем втирают по поводу того, что они супер великие учители в танках. Я лично никого никогда не учу играть в танки, я вообще считаю, что учить кого-то играть это бредовое занятие. Кто захочет, тот будет стремиться к чему-то большему, кто не захочет, тот просто ради фана играет и делает все в пределах своих возможностей. Понятное дело, что статистам это не очень нравится, потому что от этого их лично стата только ухудшается. Ну, понятное дело, что вы все видели вот такие вот великолепные картинки с процентом побед 68, 69, 72 и огромным количеством боев. Но только возникает вопрос, окопали ли вы глубже? В чем кроется такая великолепная статистика у многих брехливых статистов? Кто такие брехливые статисты, сейчас кратенько поясню. Есть два типа статистов на еще дополнительные, скажем так, две категории статистов, параллельные тем, что я назвал. Это те статисты, которые свою статистику получают честно и те, которые ее накручивают. Вот эти вот вторые, я и считаю, что они являются брехливыми статистами. Так вот, ребят, на примере своего аккаунта мне не стыдно за мою стату. Я у себя даю поиграть всем желающим, кто ко мне в гости в дом приходит. Это могут быть и маленькие дети, и люди, которые вообще никогда в танки не играли. И именно поэтому у меня 45,8% побед на моем основном аккаунте, там, где собрано большинство машин, которые я обладаю. На других аккаунтах статистика другая, ну и, соответственно, вообще правдивая нормальная статистика моя. Это где-то вот 50 до 55% побед, в зависимости от аккаунта, в зависимости от того, на каких машинах играл. И я не стыжусь этого абсолютно, потому что не считаю статистику ценностью в этой игре. Ну, вот такие вот у меня взгляды. Как вы видите, у меня 34 382 боя. При этом у меня есть какой-то там определенный процент по победам. И именно вот это, как правило, производит первое впечатление. Большое количество боев и малый процент по победам. Или наоборот, большое количество побед и как раз производит впечатление большой процент по победам. Но давайте будем копать глубже. Где берется эта статистика? Если вы зайдете в перечень танков у какого-то игрока или даже пускай у себя, то вы увидите, что есть такие машины, вот допустим, как у меня, на которых у меня сыграно буквально по одному бою, по несколько боев конкретно на данном аккаунте. И при этом у меня процент по победам здесь очень даже крутой. Два боя 100% побед. Два боя 50% побед. Два боя 50. Два боя 100. Опускаемся ниже. Ну и здесь, допустим, три боя. 67% побед. Что делают те статисты, которые являются, как я уже сказал, брехливыми? Они берут машину, если это проходняк, качают его в каких-нибудь боях типа Возрождения, в общем, во всякого рода фановых боях. Там получают, соответственно, опыт. И за счет этого опыта, либо за счет своей свободки, открывают следующий уровень. Таким образом, они не гробят статистику на конкретных машинах тем, что прокачивают машину в обычных рандомных боях, так как это делает большинство тех ребят, которые потом страдают из-за низкой статы. Что они делают далее? Они далее на этой машине делают несколько боев, в топовом ее состоянии, со включенными всеми плюшками, получают несколько побед. И, соответственно, показывают определенный процент по победам. Дальше они на этой машине играют, опять-таки, исключительно либо в рейтинговых боях, либо в каких-нибудь в турнирах, либо в фановых режимах. Там они набирают количество боев. И тогда у вас получается вот такая вот конитель, если вы копнете глубже у брехливого статиста на его аккаунте. Здесь у вас показывает количество боев. Как вы видите, в моем случае это 34 382. Но из них я сыграл в рейтинговых боях определенное количество и в турнирах. Вы обращали внимание, что огромное количество ютюберов постоянно катаются в рейтинге. А почему? Потому что в количество боев это пойдет, а в статистику побед и поражений эта цифра не уходет и, соответственно, не отразится. Ну и, соответственно, ребят, получается, что если вы посмотрите в обычных боях малое количество по боям и при этом огромное количество по рейтингу, то будьте готовы к тому, что будет огромное количество сыгранных боев и при этом будет вот здесь вот красоваться великолепная крутая цифра по количеству побед. Я надеюсь, что после этого видео статисты не найдут, где я живу и не будут бить меня ногами по лицу. Ну, просто потому что я свое лицо люблю и не сильно люблю брехливых людей. Если вы со мной солидарны, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну и обязательно ставьте лайки данному видосу. Ну и подписывайтесь на канал, само собой, если вы за честность автора. И по поводу честного мнения на данном канале вы можете всегда рассчитывать. Мира вам, друзья, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...